Всем привет! Вы слушаете 28-й вывоз к SDCast, подкасту о разработке ПО о его окрестностях. С вами я, КС Даймон, и сегодня у меня очень интересный гость. Это Юрий Квеленов, основатель и руководитель разработки проекта Blend4Web. Юр, привет! Привет, Константин! Слушай, ну, по сложившейся традиции, расскажи немножко про себя вообще, как ты давно и чем занимаешься. Расскажу, да. Я расскажу, значит, немножко сразу в айтишном приложении. Дело в том, что об айти я никогда не слышал, и первый раз увидел программиста я по телевизору. И я был маленький и спросил свою маму, а что вот этот странный человек, он мучается, страдает, смотрит в этот экран постоянно, неинтересно что-то скучное. И мама мне сказала, что зато им дают за вредность молоко. Слушай, ну, это в каких годах было, что по телевизору показывали? Это было давно, это было я не помню когда. Вот, я для себя решил, что я никогда, никогда на свете не стану программистом. Потому что это, ну, как бы, это мучительно, наверное, просто. Вот. Потом, ну, я потом понял, почему он так, с таким усердием смотрел в этот экранчик, когда у меня у самого появился компьютер. Вот. А в университете на первом курсе, вот в МГУ у нас было программирование, небольшой курс. Вот. И мне понравилось. Там был у нас Паскаль. Вот. Потом я сам заинтересовался уже, изучил Delphi для себя, просто посмотреть, что это такое. Там можно было полноценные программы создавать, потому что там был уже интерфейс. Они были похожи, как бы, на конечный продукт, так вот уже внешне даже. Вот. И потом как-то все забылось. Я закончил университет и искал себя, менял работы. Вот. И на какой-то там паузе я вдруг вспомнил, что когда-то мне нравилось программировать. Вот. И тогда это было где-то конец 2000-х годов. Был бум такой, IT, все про это говорили. Ну, еще был бум интернет-технологий. Вот. И валялась так рядом со мной где-то книжечка такая желтая, я помню, под JavaScript. Вот. И главное, что я из нее почерпнул, что оказывается браузер – это такая среда, в которой можно программировать. И результат вот программы будет виден всем пользователям интернета. То есть программу не нужно скачивать, ее можно просто посмотреть. В интернете, миллионы пользователей. Вот. Эта идея меня поразила очень сильно. Вот. Я тогда еще не знал о том, что существуют rich internet applications, богатые приложения. Но, как бы, идеология, вот, меня это поразило. Вот. В той же самой книжечке там было упоминание про некий Flash. Flash, который якобы был сильно круче, чем JavaScript, потому что он и быстрее, и мощнее, и может, там, какие-то красивые картинки. Вот. И там тоже, как бы, Flash, он достаточно популярен был везде. Там и баннеры были. Ну, да, да, да. Раньше прям везде был. Везде сущие. Везде тыкали, да. Вот. И я решил, значит, этот самый Flash как-то скачал. Вот. А там была уже третья версия. Третья версия, которая похожа больше на Java, да. А я не знал о том, что есть третья версия. Я взял, скачал первую папашу, и оказалась первая версия. Вот. И старая она была похожа на JavaScript один в один. Язык. ActionScript. И, ну, я как бы этого не знал, я думаю, вот ActionScript, значит, это вот есть самый язык. Вот. И, соответственно, язык мне сам очень понравился. У него синтаксис. Вот до сих пор он мне нравится. Просто программирует. Потому что, ну, такой, там еще такая подсветочка была. Это проприетарная вот эта программка, вот Flash. Я ее какую-то тестовую версию скачал. И там была подсветочка синтаксис. Культурно, красиво. И когда эту штуку запускаешь, там какие-то появлялись уже графические, значит, элементы там двигались там и так далее. Ну, то есть, конечно, захватило меня. Вот. Я ни много ни мало собрался писать свою собственную многопользовскую онлайн-массовую онлайн-игру. Будучи там совершенно новичком, я начал пробовать смотреть эти серверные технологии. И сразу же, там, тот же самый Flash, что-то там клепал какой-то программер-арт такого страшного вида. Ага. Вот. Вот. И в конце концов, значит, я понял, ну, раз мне это так нравится, ну, почему бы мне не пойти на работу? Так. Вот. И я практически, можно сказать, с первого там объявления я устроился в фирму. Я, будучи новичком в интернет-технологии, я устроился в фирму, которая тоже начинала, только начинала в интернет-технологии этой фирмы. Я работаю до сих пор. Угу. И очень важно понимать, что, ну, что мы, как бы, руководство только начинало, и я сам начинал. И именно это вот то, что мы были новичками, что мы не были, как бы, зашорены, да, никакими, там, какими-то там традиционными вещами, типа PHP, там, прочих таких вот вещей, позволило нам, вот, я думаю, и создать вот такой вот продукт Plant4Web, который, ну, просто, ну, там, когда мы его начали, это было забегание вперед, ну, на годы, я бы сказал. Потому что WebGL, на основе которой все работает, он, вообще говоря, даже не был доступен, он был только доступен в экспериментальных сборках сбоку браузеров, и его будущее было под большим сомнением. Вот, и сама возможность заниматься в WebGL, я, конечно, вот эту очень ценю, то, что, ну, то, что я мог этим заниматься, и то, что наши, вот, руководство нашей компании, как бы, этим тоже заинтересовалось и поддерживало меня. Слушай, ну, как раз тут мы очень так удачно подошли, вот, расскажи, как, в принципе, появилась вообще идея написания вот Blend4Web, то есть предпосылки, и как все это случилось? Значит, я, как я вот сказал, флешем занимался, и в один прекрасный момент встал, значит, разговор у нас, а как мы будем, собственно, графику-то делать для флеша, потому что все-таки флеш – это графические обычно приложения, богатые такие. Вот, мы же не будем ее, грубо говоря, качать из интернета и вставлять, вот, значит, нужны были художники. Вот, мы наняли художников, среди них были, там, разные специалисты, там, были по 3D-моделированию, были какие-то по интерфейсам. Вот, эти художники принесли с собой инструменты свои, которых они, ну, они просто в них умели работать, и они их просто начали в них работать. 3D Max, Maya, это, там, Photoshop, вот, и так далее. Вот, надо тут сказать, что мы, как бы, у нас же веб-разработка, и, как бы, она традиционно идет на Linux, потому что, ну, или, там, FreeBS, да, для того, чтобы, как бы, потом развертывать было, как бы, проще. Вот, и, соответственно, вот эти программы, которые они использовали, они не были совместимы. Даже, вот, они не запускались под Linux, они работали на Windows. Но они все на Windows, ага. Да, 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 да. Вот, это потом, как бы, послужило, значит, одной из причин, потом, перехода на Blender. Вот, но тогда, значит, как вообще, вот, WebGL, там, произошел? Вот, у Flash, оказалось, была библиотечка, вот, трехмерная, называлась она Away3D. Вот, такая библиотечка, она, поскольку во Flash тогда еще не было аппаратного ускорения, то есть, рендеринга на графических картах, была софтверная, она, как бы, это была софтверная реализация трехмерной графики. Вот, она позволяла держать, ну, порядка тысяч треугольников максимум. То есть, если вот специалист, который знает, ну, это мизер. Ну, да, 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 даже я не особо специалист, понимаю, что там тысяча треугольников, это, ну, так, там, шарик какой-нибудь квадратика, вот, они там летают по экрану, и все. Да, 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 да. Вот, и, собственно, но сам факт, что это 3D, это, конечно, ну, всех поразило. Да, у меня там все, и поэтому не составило, как бы, ну, все поняли, что вдруг все осознали, что 3D это все-таки лучше, чем 2D. И, несмотря на такие суровые ограничения, мы начали использовать эту библиотечку в 3D. Вот, так у нас появился некий первый такой workflow, который был связан, значит, с изготовлением моделей, там, их полным циклом, и их потом засовыванием, как бы сказать, в эту самую программу Flash, и дальнейшей обработки, манипуляции. Такой некий прототип, ну, как бы, вообще это, как бы, распространенное такое явление, каждая, как бы, команда, она делает свой workflow, когда начинает работать с трехмерной графикой. Вот. Потом, значит, потом, ну, я так напоминаю, да, Flash, значит, не было аппаратного ускорения, соответственно, он был тормознутый, и мы очень быстро уперлись в ограничения. Угу. Чего не могли сделать, там, какие-то квадратики, и все очень жутко тормозило. И решили смотреть дальше, что еще есть. Вот, был такой уже Unity, известный движочек, то есть, мы еще, никакого бланфаума не было, а Unity уже был. Вот, значит, проблема с Unity, он не запускался на Linux, и, по-моему, до сих пор нету у него средств разработки на Linux. Вот, а как линуксоиды я не мог, как бы, позволить такого, я не мог перейти на Windows, и, к тому же, оно не свободное, как бы, это программное обеспечение, зависимость, ну, как, в принципе, и Flash, но Flash, у него хотя бы был, там, консольный компилятор, который можно было запустить, там, на Java, на рантайме. Вот, а у Unity-то ничего такого не было, он просто-напросто не работал. Вот, и поэтому мы мимо него так прошли, Слушай, а тогда уже Unity веб-плеер уже был, да, он, мне кажется, позже появился, нет? Вроде бы, ну, может быть, и позже, но вроде бы уже что-то там, как бы, такое, или, может быть, я даже не знаю, там, что там было с Unity, я просто помню, что он уже, про него все говорили, там, и, в общем-то. Такая интересная вещь была. Соответственно, Google, вот такая, значит, у нас корпорация добра, она выпустила свой плагинчик, который она назвала O3D. В то время, это было на рубеже 2009-2010 год. Значит, этот O3D, он, это как типичный, так сказать, гугловый эксперимент, но мы об этом не знали. Значит, гугловый эксперимент, он состоит в том, чтобы сделать какую-то технологию, покрутить ее, и потом... Покрутить. Вот, мы об этом не знали, что мы думали, что это же уважаемая компания крупная, вот, и, конечно же, надо его использовать, он еще, к тому же, на открытых исходниках, да, и еще, к тому же, работал в Linux, это был плагин к браузерам, вот, и самое главное, что в нем было, это аппаратное ускорение, вот, там была совершенно графика другого уровня совершенно, вот, там были вот шейдеры этой программы, которые выполняются на видеокарте, уже можно было даже писать, и вообще, как бы, идеология WebGL, она отрабатывалась даже теми же самыми людьми, которые делали O3D, то есть, это O3Dшники, потом все программисты, которые создавали этот плагин, они перешли плавненько в WebGL, там была идеология WebGL полностью отработана, то есть, например, шейдеры писались как текст, который вставлялся, вот, например, в HTML-файл в виде такого скриптовых тегов, такое, как бы, родное такое решение для, значит, веба, ну, и, конечно же, более эффективно, конечно же, загружать отдельно эти файлы, но вообще была вот такая возможность интересная, прям в HTML вставлять текстовой шейдер, вот, и JavaScript, конечно, все это происходило на JavaScript-те, значит, я с удивлением узнал, что, оказывается, JavaScript и ActionScript, это одно и то же, вот, и я, ну, как бы, первый ActionScript, конечно, я, правда, там на третьем уже программировал, но первый ActionScript, он похож один в один, вот, и, ну, идеология веба, то есть, разработка идет в браузере, клиентская фронт-энд-разработка, загружаются все ресурсы статические, как правило, все это запускается, там, например, более-менее долго грузится, ну, как вот классическая Rich Internet Application, вот, и, значит, в мае, я вот просто это помню, шок испытали мы, это было в субботу, Google говорит, что, значит, а мы больше не разрабатываем этот O3D, вот, потому что, потому что есть WebGL, который они там начинают пилить, вот, и WebGL это лучше, и O3D, как бы, O3D мы перепишем на WebGL, короче, поверх, чтобы, типа, вас не обидеть, там, особо, вот, но они его как-то переписывали очень медленно, потому что, видимо, проект в низком приоритете был, и, конечно же, ну, библиотечка этого JavaScript, которую они предложили вместо плагина, она была малопригодной, вот, и в итоге мы решили, ну, WebGL, значит, будем делать WebGL. Значит, была сразу задача такая, очень срочная, дело в том, что мы довольно много наделали всяких ресурсов под O3D, вот, ну, и программы написаны были, вот, и все, было по-быстрому портировать на, так сказать, будущую технологию, вот, и начались, как бы, собственно, первые знакомства с низкоуровневыми графическими IP, вот, вообще, WebGL, это OpenGL, ES, вторая версия, та самая, которая работает на мобильных устройствах, вот, значит, было специально WebGL, группой, вот, WebGL, рабочая группа WebGL, выбраны именно эти IP, потому что они были кроссплатформенными, они работали не только на мобиле, на десктопе и везде, да, то есть, в настраиваемых каких-то системах, по уровню, ну, так сказать, по мощности эти IP, они близки к девятому DirectX, если кто знает, что это такое, то есть, это IP десятилетней давности, и, соответственно, уровень графики, который можно ожидать вообще от WebGL, это графика десятилетней давности, вот, и самым вот ярким примером графики десятилетней давности я бы назвал игру Кризис 1, первая часть Кризиса. Ну, в те времена-то это было уго-го, извините меня, Кризис, это же он просто произвел, мне кажется, такой, прям, переворот вообще где-то. Был фурор, вот, для себя мы решили, что мы хотим достичь того же самого в браузере, раз это, возможно, было на девятом DirectX, значит, это будет, возможно, в WebGL, так вот, такая у нас была тайная идеология. Ага, ясно. Вот, значит, мы переходили с O3D мучительно, в O3D использовался формат вот коллада, такой вот это формат для обмена трёхмерными моделями, формат некий экспорта, в который может и 3D Max экспортировать, и Blender потом. Вот, мы, ну, написали свой собственный парсер, мы научились загружать эту модель и научились её показывать, то есть, ну, фактически был реализован некий такой примитивный движок первый. Дальше, значит, происходило следующее, значит, когда начали углубляться, уже начал workflow опять выстраиваться, оказалось, что очень напряжно, как бы, с вендузиатниками нашими взаимодействовать, они работают в программах, которые несовместимы, они экспортируют, значит, в эту самую колладу, я получаю колладу, загружаю, и в случае ошибки любой, да, там галочку поставил, там не в том месте, ну, как бы художник случайно нажимает на какую-нибудь, вот, а я узнаю об этом самом последнем, да, то есть, у меня абсолютно нету обратной связи, как бы, да, то есть, я венужен как-то... Ну, в смысле, она очень долгая, потому что приходится, вот, в самый последний момент такой возвращаться, ага. Ужасно, как бы, неудобно, вот, опять же, Linux, там, Windows, несовместимые, там, всякие вещи, там, да, и прочее, прочее. Ну, и вообще, что бы там, ну, сделай мне какую-нибудь простую модельку, ну, надо чуть ли не шоколадку давать. Ну, в общем, в конце концов, решил, ну, значит, Blender, Blender, где-то услышал, что есть Blender, который работает на Linux, программа для 3D-моделирования, значит, Blender вообще, он, как бы, сейчас вот на двух стадиях, да, вот, Blender до версии 2.5 и Blender после версии 2.5, это было 2010, по-моему, год. Значит, суть в чем, что до, значит, 2.5 был практически неюзабельный Blender, вот, там было все очень тяжело, там, кнопочки непонятным образом, ну, короче, такой очень, напоминал программерский сырой, абсолютно неюзабельный продукт, вот, тем не менее, что-то даже в нем, как бы, удалось немножко там проводить, вот, и самое главное, я мог какие-то модельки простые, примитивные генерировать самостоятельно, наконец-то, и, ну, по крайней мере, тестировать их, там, как они работают, вот. Значит, дальше, что происходило, произошло следующее, вышел, наконец-то, Blender 2.5, а там еще был, если помните, такой вот фильм, Синтель, это такой свободный фильм короткометражный, который, ну, фильмы вот эти выпускаются командой Blender, периодически. Ну, у них самый известный, по-моему, это вот Банни, который про кролика. Банни, да. Банни, значит, это был, да, вот сделан был еще на старом Blender, а на новом сделан такой какой-то чувствительный такой фильм, Синтель, там тоже стоит его познакомиться, посмотреть. И смысл в том, что вот этот Blender, он был в каком-то альфа-состоянии, потом в бета-состоянии, то есть он был на этапе разработки. Тем не менее, даже если он был на этапе разработки, он все равно был настолько, как бы, лучше, чем вот старый Blender, что сразу же, ну, просто-напросто я начал на нем работать, я как-то почувствовал себя моделером, просто, настоящим, вот, и, собственно, ну, решили, вернее, как бы, ну, я решил, ну, раз Blender, он такой хороший и позволяет делать такие классные фильмы, ну, значит, почему бы нам всем не работать в этом Blender, вот, и, соответственно, конечно же, было жесткое сопротивление, это понятно, потому что, ну, и там, эти художники, ну, как бы, очень тяжело расставаться с инструментами, я как-то понимаю, уже все привычно, конечно же, тут, как бы, все освоено, и тут вот новое что-то, и вообще непонятное, зачем, не хочу, и все такое. Вот, но, значит, делать-то нечего, потому что, ну, программист рулит, если что-то нужно делать в Blender, и потом это экспортится в движок, значит, это нужно делать в Blender, так сказать, это технические условия, вот, и, соответственно, мы постепенно переходили на Blender, сначала они все-таки не отказывались от своих инструментов, они сначала переносили в Blender, а потом мы из Blender уже экспортировали, вот, ну, потом уже, в дальнейшем мы уже, когда начали нанимать художников, которые изначально работали в Blender, просто проблема решилась сама собой, потому что люди были фанаты open-source, фанаты Blender, и они, ну, они спокойно принимали этот Linux, многие из них даже сами были Linux-оидами, как компания единомышленников уже начала формироваться, вот, после того, как мы перешли на Blender, соответственно, уже там, мы отказались совсем от 3D Max, от Maya, и даже перешли на Linux, я включаю художников, соответственно, Photoshop пришлось тоже забыть, потому что Photoshop на Linux, да, вот, вот графику, если вы посмотрите у нас на сайте Blender.com, где там демо, вот, там демо, у нас есть раздел, ну, много вот всякой графики, это все сделано в свободных инструментах полностью, вот, кстати, звук тоже, вот, мы записываем тоже в свободных инструментах, там, Audacity. Ну, Audacity, да, понятно, конечно. Ardor, там, редактирование идет, вот, полностью свободный workflow, вот, такая наша фишка, ну, и гордость в какой-то мире, значит, что вот мы умеем независимо работать полностью в опенсорсе, графику делать. Слушай, ну, а не хватает, не было, вот, как бы, когда-нибудь таких ситуаций, когда тебе не хватало, так сказать, мощи инструментов, потому что все же, там, ну, Blender сейчас, конечно, может быть, уже активно, активно так прям вообще развивается, много всего там появилось, но вот на те времена же все-таки, там, как ни крути, там, какая-нибудь Maya, 3D Max, это же ух, там, просто чума, что можно было сделать. Да, ну, Blender, мне кажется, сейчас, вот, может быть, раньше, да, но сейчас Blender, мне кажется, вообще не уступает совершенно, вот, по Blender'у вообще нет претензий, абсолютно, вот, есть, как бы, у наших художников есть небольшие претензии, хотя они сами опенсорсники и венопсоиды, есть претензии к открытым двухмерным редакторам, в первую очередь к Inkscape'у, за его, там, Inkscape'у это редактор векторной графики, вот, а за его, там, и тормознутость, и отсутствие слоев, там они говорят еще что-то, еще что-то, вот, GIMP, в принципе, более-менее устраивает GIMP, там, особенно, новая версия вышла 2.8, она вообще нормальная, там, слои, там, и все. Ну, да, им только интерфейс чуть-чуть еще вот причесать, и будет вообще шикарно. Мы даже, вот, что-то, вот, кстати, вот, мы для блендера же начали писать патчи регулярно, и даже, вот, иногда думаем сейчас, может быть, и остальные редакторы тоже начать, там, что-нибудь пописывать патчи какие-нибудь, там, чтобы лучше все работало. Вот, с полиграфией, как бы, там у них проблема, цветовые, вот, эти пространства, там, для полиграфии, как бы, он не поддерживается, или плохо поддерживается. Вот, так что, в опенсорсе работаем. Вот, а, да, и, собственно, да, долго я отвечаю на этот вопрос, а почему бленд.web, откуда вообще появился? Ну, раз все работало в блендере и экспортировалось в WebGL, то, ну, мы так для себя его назвали, такой вот блендер to WebGL, такой вот у нас продукт, ну, или не продукт, фреймворк, скажем так, блендер to WebGL, бленд to WebGL сначала был, ну, оно, даже, вот, на слух-то не очень, как бы, тяжело, вот, и потом перед релизом мы уже, как бы, еще раз пересмотрели, назвали бленд for Web, первоначальное значение блендер для веба, первоначальное значение, это как экспортер для веба, ну, то, в смысле, блендеровский экспортер для веба, вообще, как бы, эта концепция экспортировать из традиционных инструментов для веба, это сейчас концепция набирает популярность, вот, 3D Max сейчас готовит тоже что-то такое подобное, на форумах постоянно спрашивают, там, Cinema 4D, а вот в блендере есть Blend for Web, а в Cinema 4D что есть, ничего нет, вот, Marmoset, вот такой вот этот продукт, проприетарный для создания фотореалистической графики в реальном времени, он сделал веб-экспортер, вообще, как бы, такая есть концепция, да, то есть, это важно. Слушай, а вот они все экспортируют в какие-то свои, какие-то форматы, либо же, все-таки, есть какие-то общепринятые форматы, которые, то есть, там, ну, скажем так, интерберабельные, да, которые и со стороны веба понимаются, и просто в десктопных приложениях народ допиливает экспорт в эти форматы, вот, как вообще все это устроили, либо народ, вот, там, мне надо, вот, у меня там есть приложение, вот, я написал веб свою, так сказать, какую-то верточку, и вот в нее экспортирую в своем каком-то внутреннем формате, который только мне понятен, вот, как это все обстоит дела. Обстоит дело, да, именно так, во внутренние форматы у нас то же самое, есть, вообще говоря, пропозал со стороны, значит, организации, вот, которая графически на IP занимается Kronos, формат называется JLTF, это JL, там, что-то там, формат, короче говоря, смысл формата, чтобы он… Ну, унифицировать подход для всего этого дела, да. Унифицировать он на JSON, JSON, скорее, да, и плюс бинарная часть, прямо как у нас, у нас тоже JSON плюс бинарная часть, значит, проблема, почему формат у нас тоже спрашивают, почему формат такой, вот, он же вроде специально для этого, потому что он, ну, он слишком малофункциональный, в блендере много всего, и анимация специфичная, там, и прочее, 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 а вот эти форматы, которые универсальны, они в силу своего универсализма, они не позволяют много, как бы, брать информацию. Но они универсальны, еще просто, как бы, в зачаточном, видимо, это первые какие-то версии, насколько я понимаю, да, поэтому, конечно, они охватывают только самую общую часть и, так сказать, и все. Да, да. Вот. Так, про что мы? Про Blender for Web, ну, и, собственно, концепция, да, но мы, как бы, сейчас мы вот отходим вообще от концепции, почему мы не хотим быть экспортером для блендера, вообще говоря, мы не хотим быть экспортером для блендера, мы хотим быть неким 3D-веб-фреймворком, очень удобным для создания интерактивных веб-приложений, и который еще к тому же в качестве бонуса соединен с блендером, то есть готовая такая интегрированная среда наподобие того же Unity, или даже лучше, чем Unity, потому что в Unity нет редакции, редактирования мешей, там, вот этих вот моделирования нет, и, ну, как бы, такой вот сдвиг у нас сейчас в сознании происходит, что мы все-таки, не аддон для блендера нельзя себе так называть, это все-таки неправильно, потому что, ну, например, если кто-то не знает, что такое блендер, что ж, теперь вообще нельзя использовать Blender for Web, да, то есть вот такая как бы вещь происходит сейчас с нами, и, соответственно, вот релиз мы готовим, будет в конце этого месяца очередной ежемесячный релиз, в котором будет вот новая, так сказать, концепция, еще сильнее проработана, а именно будет полностью переписан интерфейс блендера, дефолтный. Для этого нам пришлось очень долго мучить разработчиков блендера, чтобы они включили наш патч, и когда они там на уровне этого лидера проекта даже происходило все, и в конце концов они нам разрешили этот патч, они не понимали, зачем он им нужен, как бы, но так прям настаивали, что они его включили, и теперь у нас будет вот в этом релизе, у нас будет вместо блендера, так сказать, Blender for Web. В смысле, десктопное уже приложение, но уже, так сказать, немножко заточенное как раз-таки вот под… Заточенное, да, заточенное, то есть интерфейс, так сказать, объединен нативный интерфейс блендера с интерфейсом, который мы дописываем, и все это объединено в такую единую систему, чтобы, так сказать, вот она среда, бери, делай, потом нажимай кнопку экспортировать, и получай это в браузере, то есть вот такая у нас концепция сейчас. Слушай, ну а расскажи вот, в принципе, так сказать, про вообще архитектуру проекта, из каких он частей состоит, то есть я понимаю, это есть какая-то, значит, как вот сейчас только что ты заметил, там, доработка, разработка со стороны десктопного блендера, да, то есть потом экспортируется, на выходе получается, так понимаю, там некий, там, не знаю, JavaScript какой-то файл, либо что-то такое, да, и, собственно, то, что уже можно подключать в браузере, но опять-таки там, наверное, есть ядро, которое, собственно, умеет это все дело играть, правильно же, да, в том же самом браузере. Вот расскажи, как, поподробнее немножко, что здесь есть. Действительно, действительно так, в блендер начинается работа с того, что человек качает блендер, он его качает, устанавливает, потом он качает, у нас есть два варианта, так сказать, поставки, либо аддон чистый к блендеру, либо, так сказать, полноценный SDK. Значит, аддон к блендеру – это такой очень компактный файлик, который просто-напросто устанавливается в блендер, и смысл, значит, его заключается в том, что он просто позволяет экспортить. Нету каких-то других каких-то инструментов, вообще нету никаких демо-версий, ничего, да, то есть никакой там другой дополнительный инструментарий нет. Вот, а если SDK, значит, то там, значит, есть еще кроме самого аддона, есть еще инструмент такой в виде каталога для просмотра моделек удобной, и для их редактирования уже в Agile, мы его называем Viewer, просмотрщик, вот, там же есть утилиты из командной строки, которые запускаются, там, ну, для нас они удобные, для юзеров, наверное, не очень удобные из командной строки, но мы сейчас делаем обвязку в виде интерфейса в блендере к этим всем питоновским скриптам, они умеют, например, автоматически переэкспортировать кучу там файлов, они оптимизируют текстуры, они там проверяют, что, например, отсутствие каких-либо там компонентов, там ошибки и так далее. Компиляция, опять же, ну, то есть это для разработчика, разработчик у нас вот, у нас же лицензия двойная, JPL и коммерческая, и даже в коммерческой лицензии мы разрешаем делать модификации в движок и их, так сказать, дальше пускать в дело, вот, и вот SDK это как раз вот некая такая среда такая, в которой можно это все удобно сделать, то есть там есть незакомпиленная версия для разработчиков и, конечно, ну, билд, возможность сделать билд, то есть это минифицированное там такие компактные, как бы, приложения, которые уже готовы для развертывания в сети. Вот, это вот что касается блендера. Значит, когда вот устанавливается аддон к блендеру, появляются там две опции у нас. Значит, JSON, опция, прямо так называется, BlenFoib Export, JSON, и вторая в HTML. Значит, JSON, понятно, значит, это происходит в некий файлик, там еще, кроме JSON, еще бинарник лежит с данными моделей, потому что бинарник оказалась, ну, эффективнее гораздо, чем... Ну, бинарник, но он, соответственно, закодирован какой-нибудь там B64, чтобы в браузере восприниматься, да, либо же, или как? Он бинарный, почему? Потому что в браузере появился... А, вы его прямо рейбуферу, да? Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. А HTML-версия, собственно, это фишка. Значит, фишка в чем? Потом человек берет, нажимает HTML, и раз, у него файл, HTML-ник, который как раз в B64 все закодирован, включая текстуры, звуки, там, модели, и сам движок, собственно, все его там компоненты. Ну, то есть, он прямо запускает его в браузере, открывает, и уже видит эту самую модель, и все такое. То есть, как бы, очень быстро, ничего делать не надо. Совершенно верно. Вот, и вообще, в этот HTML-ник мы, кроме, как бы сказать, собственно, возможности там вращать камеру, мы еще запилили только кнопочки, такие, как там, ну, автовращение, там, полноэкранный режим, и еще что-то. Ну, у вас вот на демках как раз-таки они есть, да, там, вот, я на сколько-то, кругленькие, там, в правом этом углу, так сказать. Совершенно верно, да, да. Соцсети потом еще туда запилили, потом вот, когда на OpenNet мы, значит, опубликовали, вот вышел релиз, мы туда запилили соцсети. Первый комментарий на OpenNet это был, а как их убрать? Слушай, на OpenNet это вообще очень специфичная такая, я не знаю, там, как бы, комьюнити, среда, тусовка, да, потому что я тут тоже, так сказать, ну, как бы его почитываю сам там немножко, да, и тоже в какой-то момент думаю, слушайте, а ну почему вы вот там всякие дивизиены, думаю, почему мне бы туда про SDCast не написать, да, про какой-то выпуск? Вот, и как раз удачно так получилось, я записал выпуск про Linux, соответственно, вот, думаю, ну, надо выложить как-то туда как раз-таки вроде тема такая, как раз там, для Linuxoid пришел в гости, вот, почему бы нет? Евгений Любимкин как раз приходил, один из разработчиков Дебиана, вот, я туда выложил, но у меня, как бы, по-обычному я там, что, в MP3 заэкспортировал, соответственно, все вставил, первые же комментарии, типа, ну, а где ОГГ, что за фигня, вообще слушать невозможно, вот, ты понимаешь, это, как бы, там первым делом это самое, облить грязью, значит, опустить, а потом там, может быть, что-нибудь кто-нибудь и послушает. Не нужно, не нужно, вот этот любимый комментарий. Да, да, да. Нет, вот Linux 40 еще есть, там, как бы, тоже довольно активно, но там, не знаю, мне даже показалось чуть более дружественно, что ли, как-то, там, по крайней мере, какие-то два лагеря сформировались, которые поддерживают и которые, там, наоборот, поливают грязью, хотя бы, хотя бы так, а тут просто как-то монолитно поливают грязью, да. Да, да, ладно, чуть бы отошли в сторону, но тем не менее, да, хорошо, значит, и вот HTML, да, понятно, в общем, все в целом дает представление, клево, кстати, демки вот очень, я тоже там посмотрел пока раз, но я некоторые уже видела у вас, соответственно, периодически, а вот тут последнее, там, и про яхту вообще так шикарные просто. Да, это было, как бы, да, эпопея, как бы, да, там у нас художник кинематографистом стал, как бы, в общем. Да, чтоб с камеры там все это ездит, вот, а это, конечно, всем советую зайти посмотреть, просто понять, что это все работает в браузере, и это, так сказать, не что-то придуманные, вот, где-то специально сделанные. Ну, и хорошо, расскажи еще, вот, значит, JSON, да, формат, вот, что теперь в веб, в смысле, в браузере, какие у вас части, как там все живет? Вот, в браузере, соответственно, ну, подключается, наподобие типа jQuery, включается просто-напросто JavaScript-овая библиотечка, обычно минифицированная для разработки, она уже, ну, для разработчиков приложения, она обычно минифицированная сразу, чтобы мы уже не мучились, типа jQuery, да, подключается к веб-странице, и, соответственно, ну, пишется некий такой ночной код, грубо говоря, инициализации, при этом, значит, при инициализации происходит получение вебжельного контекста, вебжельный контекст нужно получать, значит, потому что, так сказать, ну, namespace получить вот этот вот вебжельный с API, просто на самом деле еще пока не 100% браузеров поддерживает вебжель, то есть вебжель поддерживается, например, давно в Хроме, давно в Firefox, в Safari, начиная только с 8-й версии, в Internet Explorer начиная только с 11-й версии, ну, Яндекс.Браузер, там мы еще пишем, потому что на Хроме. Ну, все, что на Хроме, да, понятно, так сказать, там более-менее ясна ситуация, там и опера сейчас тоже последняя на Хроме. Вот, и, соответственно, получается вебжельный контекст, ну, и обычно, ну, загружается сцена, ну, то есть это уже я с точки зрения программиста рассказал, потому что, вообще говоря, мы, как бы, у нас есть еще там такой в зачаточном состоянии инструментик для того, чтобы логику писать визуально, так сказать, художнику, ну, такую простейшую, типа, я вот нажал на, ну, грубо говоря, на этот кубик, и он начал крутиться, там, или еще там что-нибудь с ним произошло, там, надпись появилась, вылетела, как-нибудь потом рассыпан, ну, короче, дальше уже идет анимация. Собственно, еще одна фишка, да, по InfoWeb, это то, что, ну, мы позволяем, вообще мы сгружаем максимум на художника, даже есть у нас редактор материалов, который вот из движков, он, пожалуй, только, может быть, в Unreal Engine встречается, это тот самый редактор нодовый, такие блоки визуальные, да, такие, у которых есть вход и выход, цветовой вход и выход, то есть, грубо говоря, вот взять текстуру, это на выходе идет какое-то преобразование математическое, потом еще что-нибудь, может быть, анимация к ней, чтобы она двигалась, как там лава течет или еще что-то, водопад какой-нибудь, и потом на выход материал, вот, и мы тут тоже, у нас гордость, почему, потому что, ну, это было довольно сложно сделать, поддержать, и были психологические, прежде всего, барьеры, потому что так как бы тяжело, но когда мы это сделали, ну, у нас фактически, фактически вот графика, которая сейчас вот самая вот последняя демо, это все обязательно в порядке редактор, материалов, почему, потому что, ну, без него сделать это невозможно, это нужно, знать, программировать шейдеры, это какой-то хардкор, это невозможно. Ну, да, конечно. Вот, вот, и, значит, 95%, вот мы уже привыкли к тому, что 95% художник, потом, значит, художник все сделает, то есть, он делает фактически анимации разное, ну, то есть, он сделает контент, конечно же, и еще анимации, еще анимации, то есть, то, что будет происходить. Потом приходит, говорит, а программист, да, ну, две недели все это быстренько собирает, навешивает HTML-ный интерфейс, традиционный, обычный, как бы, браузерный, такой вот родной интерфейс, да, дизайн, ну, макет, там, грубо говоря, верстку, собственно, делает. Какой-то маленький такой кусочек кода, там, ну, до тысячи строк кода, как правило, да, меньше даже, то есть, такие компактные, и все, вот оно, приложение, такое, ну, богатое графикой, как бы, такое насыщенное, потому что художник, он имеет возможность, как бы, оторваться по полной, он не зависит от программиста. Ну, ну, это да, да. Слушай, а вот, расскажи, так сказать, ну, вот мы здесь моделька, вот ее там экспортируем, все обвесили, окей, а насколько легко просто вот потом добавить какую-то интерактивность, собственно, в эту модельку. Ну, не знаю, там, вот ты сказал, что там всякий поворот, вращение, это у вас уже там на уровне движка, да, так сказать, есть какие-то заделы, а вот что-то там дополнительное, чтобы там, не знаю, по клику где-нибудь что-нибудь там, соответственно, появлялось, отдавалось, либо куда-то там перемещалось. Все это фактически различные виды анимации, просто любое движение, там, исчезновение, деформация, любое, даже звук, даже движение поверхности по материалу, это все в блендере считается анимацией. Вот в чем прикол, как бы, то есть блендер, он вообще, блендер это пакет 3D-моделирования и анимации, его называют, потому что он заточен был под создание фильмов, под анимацию, вот, там есть редактор очень мощной анимации, вот, называется он NLA, нелинейная анимация, вот, и мы его на полную катушку используем, то есть фактически все, что может делать приложение, все записывается в анимацию, включая звуки, включая эффекты частиц, там, ну, какие-то взрывы, там, брызги, там, все, что дым, там, ну, все что угодно, появление, исчезновение, там, движения, любые, любые, там, ну, то есть, по сути, по сути, для, для конечного, так сказать, программиста, это стандартный, по сути, API, да, то есть, ну, там, анимировать что-то, просто вопрос в том, как анимировать, там, исчезнуть, запустить, передвинуть, а по факту API примерно одно и то же, да, на сайте, я помню, API, да, примерно то же самое, да, то есть, есть объект, применить к нему анимацию, ну, это как правило, вот у нас даже есть простой примерчик, там, показывают, где три камушка такие разноцветные, вот там показывается самое простое приложение, оно как раз по поводу того, чтобы кликнул на объект и проиграл его анимацию, то есть, это такой, в общем, классический, так сказать, подход, сгрузить как можно, как можно больше на художника, потому что, ну, по понятной причине, вот, ну, вот этим самым мы отличаемся, скажем так, вот, других популярных южков, опенсорсных, в которых, как бы, они на программиста, как правило, все, все скидывается, вот, веб-жельные очень много демок, они довольно красивые, они невероятные, там, какие-то эффекты, но не говорится о том, как бы, умалчивается о том, чего стоит, вообще, какой квалификации нужно обладать для того, чтобы сделать подобный контент. Слушай, а расскажи, это какие, ну, я, первое, что приходит в голову, конечно, 3GS, да, то есть, веб-жельный фреймворк, но он действительно, это именно, вот, программистами для программистов, что называется. Да, 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 ну, я как раз вот про него и, да, имею его в виду, то есть, я хочу сделать какой-то невероятный эффект, и я должен иметь талант художника и быть продвинутым кодером, это очень редко встречающееся сочетание, я, например, не являюсь вот таким вот специалистом, да, и вообще, это какие-то такие жемчужинки, да, ну, конечно, ну, то есть, это не для массового использования 3GS. Несмотря на это, вообще, меня удивляет количество проектов, которые появляются, несмотря ни на что, вот именно на 3GS, то есть, используют в студии и так далее. Ну, я думаю, что это объясняется тем, что все-таки движок старый, то есть, он существует с самого начала WebGL, где-то уже, наверное, 4, не, он вообще дольше существует, вот WebGL, он в 2009-м начал разрабатываться, в 2011-м году получил официальный статус, уже, значит, 4 года он уже в официальном статусе, и все это время был только фактически конкурентоспособный единственный движок 3GS, потому что, почему именно 3GS, почему, потому что он до WebGL уже существовал в виде как раз софтверного рендеринга на JavaScript, то есть, у него была готова инфраструктура, фактически workflow, IP разработаны, вот, и, собственно, когда вышел в WebGL, он просто дописал этот код, который просто значительно ускорил рендеринг. Ну да, при этом, как бы, сохранил полностью, так сказать, весь интерфейс, сохранилось все, да. Все заработало просто для, я так понимаю, для конечных программистов, проектов, просто ничего не изменилось, просто все стало быстрее и красивее. Да, ну, такое чудо, как бы, вот, и, соответственно, ну, я не знаю, я вот не понимаю все-таки людей, которые пользуются, почему, потому что, ну, по-моему, невозможно пользоваться, вот, надо быть просто программистом каким-то, либо какой-то такое, опять же, такую, какую-то тесную команду, которой, там, художник смотрит в рот программисту и наоборот, да, так что-то такое. Не, ну, это экстрим-программинг вдвоем с художником за одним компьютером в четыре руки, один код пишет, другой говорит, как частицы, там, какие шейдеры применить, всякое такое, то есть, только так. Мне, кстати, это знакомо, да, я помню, не было еще Blend4Web, а в WebGeli мы писали шейдеры, художник сел рядом и говорит, мы делали, сочиняли кожу для персонажа, вот, вот, говорит, тут, вот, вот, сделай тут блеска больше. Ну, вот, 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 видишь, и ты там, давай тут немножко раз, тут коэффициентик, там, x2, тут x2, два с половиной, его подобрали нормально. Все, говорит, не трогай, говорит, вот, оставь это вот навсегда, вот этот шейдер. Еще пригодится, да? Вот. Ясно. Слушай, ну, давай немножко теперь поговорим про такие смежные вопросы, это вот интересно, все-таки он, как у вас open source, да, движок, расскажи, как, как бы, вот, когда вы его опубликовали, насколько у вас там большая команда именно у вас его разрабатывает, и, как бы, есть какое-то уже, сформировалось ли какое-то там комьюнити со стороны, то есть, есть какие-то там баг-мерджи-квесты, там, issues'ы кто-то заводит, как вообще вот жизнь общественная протекает у вас. Да-да. Значит, выходили мы в авральном режиме, это было в марте прошлого года, значит, был вопрос вообще, решался главный о том, выходим мы или нет. Вот. Вот, и, соответственно, все другие вопросы, такие, как там комьюнити, документация и прочее-прочее, они были растепенными вопросами, просто потому что решалась, как бы, вообще такая вещь, как, ну, фактически лицензирование, будем лицензировать наш, там, так сказать, продукт, ну, на стороннем пользу, то есть, это было очень неочевидно. К счастью, все удалось, как бы, это все, нам удалось, как бы, все-таки, ну, понять, что нужно выходить, конечно, же, вообще надо было, я думаю, даже раньше выходить. Уже в 2011 году у нас летал, там, вот этот самолет на два страна, то есть, фактически. Но мы там занимались разработкой, в итоге вышли только в 2014 году, вот, и, значит, я вот понял, как не надо выходить. Вот, расскажи, кстати говоря, очень интересный опыт. Вот, как не надо выходить. Не было ни сайта нормального, ну, то есть, как бы, он был такой минималистичный, не было ни форума, где будет встречаться комьюнити, не было социальных сетей, не было документации, переведено на английский язык, то есть, оно было на русском языке только. Когда мы, значит, облендерское такое сообщество, оно большое, международное, и когда они, значит, начали оценивать наш продукт, они, фактически, приходилось им пользоваться переводчиками, такими, как Google, там, Translate. Такой, какой-то ужас. Да, ужас. Да, то есть, я думаю, что мы могли бы достичь гораздо большего эффекта, если бы подготовились к релизу, но, опять же, я говорю, что, ну, как бы, вопрос решался о том, выходим мы или не выходим, да, то есть, остальное все, как бы, уже было, как бы, по боку. Это вторично немножко, ну да. Вечно, да, вторично. Вот, ну, а, значит, потом мы начали исправляться, конечно, долго делали там форум, форум у нас только вот в октябре прошлого года появился, взяли там, ну, у нас там Питулан, Жанга у нас даже, на сайте-то крутится, взяли решение, вот, полуготовая, потом его долго допиливали еще. В соцсетях, значит, у нас там было по нулю, грубо говоря, подписчиков, соответственно, что бы ты ни писал, никто это не услышит. То есть, вот такие, как бы, вопросы вставали. Ну, наконец-то мы, а, да, значит, поскольку мы читатели OpenNet, там, читали OpenNet уже несколько лет, много лет, мы там в опенсорсе и решили, конечно же, поделиться в первую очередь с OpenNet, вот, мы туда, значит, опросили, ну, в принципе, там, более-менее нормальный такой, встретили нас, вот, а потом, значит, дальше какие вот были вещи, это вот были первые буквально дни после релиза, мы пытались рассказать всем, какие мы хорошие и какие мы крутые, вот, на форуме Блендера, вот, Блендер Артист, так называемый, да, есть форум, очень популярный, мы там запостили сразу в новостях, там, смотрите, Блендфор, они все сразу «Мы вас любим», «Спасибо, какие талантливые люди в России», ну, приятно такие слова-то слышать всегда. Да, приятные слова, да, приятные слова именно вот Блендеровца, потому что они ждали, ну, такой фреймворк, они, который позволяет из Блендера экспортировать в браузер, они ждали, там, годами, как-то его, там, пытались пилить, в общем, очень тепло встретили, вообще считают нас, там, такими хорошими людьми, вот, потом другой ресурс от Блендер Нейшн, это вот новостной ресурс Блендеровского сообщества, мы там достаточно регулярно сейчас публикуемся, наверное, один из самых таких полезных, ценных ресурсов для нас, потому что фактически целевая аудитория, это люди, которые уже умеют работать в Блендере, приходят, то есть они не испытывают никаких сложностей при использовании Блендера веба, вот, ну, на Хабре, вот, может быть, там, можно было видеть, да, последние там статьи. Ну, да, бывало, да. На Хабре, значит, Хабре, конечно, да, первая статья, там такой троллинг, да, жестокий, страшно становится. Вот. Слушай, ну, а есть какой-то вот фидбэк от вот этих, то есть, ну, вот, народ же начал пользоваться, кто-то там пишет, что, типа, ребята, хочу еще вот это, а тут вот это не хватает, либо еще вот что-то как-то, ну, какой-то вот обратная связь. Да, обратная связь, это, наверное, один вот центральный, так сказать, мотор, который сейчас вот нас фактически двигает, то есть, вот особенно, когда появился форум. Когда появился форум, сразу набежала куча народу, причем в основном, конечно, ну, из других стран. И они сразу говорят, вот смотрите, вот такая фича, вот камера паннинг. Паннинг – это вот, когда в плоскости, в плоскости экрана, значит, туда-сюда, налево-направо, значит, правой кнопкой мышки перемещает, то есть, не просто крутится, а еще вот перемещается вся сцена целиком. Это, как говорят, центральная важная, как бы, исключительно, как бы, фича для трехдневной графики. Обязательно сделайте это там, и все такие, да, 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 сделайте. Вот, и, конечно, мы сразу, у нас релизы раз в месяц, соответственно, мы реагируем, практически быстро, мгновенно реагируем. Камеру паннинг – пожалуйста, на следующий релиз раз, все, тестируйте, ребята, все, отлично, потом, а я хочу еще вот такую вот штуку там, и мы, да, 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 мы все тоже хотим такую штуку там, все, вот он на следующий месяц. И потом уже кто-то из них говорит, все, теперь я полностью удовлетворен BN4Web. Отлично. И так далее, и так далее, да. Значит, по поводу кода, по поводу кода, да, у нас есть хостинг на GitHub, зеркало, JPL-ная версия, так сказать, ну, скажу сразу, JPL-ная версия и коммерческая версия по кодовой базе не отличаются совсем, то есть полностью функционал один и тот же. Ну, это как бы логично, потому что, в принципе, поддерживать еще что-то странно было бы, если было по-другому, наверное. Да, да, в качестве версии, значит, у нас еще есть демки исходные, ну, то есть в открытой тоже есть демки, но вот крутые там вот эти яхты там и прочие, которые вот такие фотореалистические, мы их в основном коммерческую, чтобы, так сказать, стимулировать. Ну, да, конечно. Вот, и, собственно, на GitHub там есть, но поскольку вот мы GitHub все-таки не воспринимаем как свою площадку для разработки, мы делаем все-таки внутри разработку, у нас там куча всего, там вспомогательных всяких файлов, и мы просто думаем, что нецелесообразно, там будет огромный трафик просто, если мы будем разрабатывать на GitHub. все будет неудобно, медленно, и вообще. Вот, и поэтому мы по этой технической причине, так сказать, особо по чьей-то не принимаем. Вот, мы сам принимаем, как бы, такую вот обратную связь. Не только со стороны художников, но и со стороны программистов. Сейчас вот особенно на российской части форума начали программисты такие довольно такие, которые делают сложные какие-то приложения, которые тестируют сразу и сетевую часть, физику. Там вот, может быть, можно будет увидеть там этот Counter-Strike, карту человек вот запихал в браузер Counter-Strike, и там что-то у него бегает человечек, многопольский режим, стреляет, там физика. То есть, у нас, собственно, даже таких демок-то и нету. То есть, настолько она, как бы, насыщена кодом, так сказать, это логика, и что. И вот человек сейчас вот прямо вот в режиме реального времени мы уже выпустили третий девелопер-превью вот перед релизом сейчас. Он нам фактически говорит, вот здесь ошибка, потому что у меня вот здесь не работает. Исправьте, мы исправляем, запускаем следующий девелопер-превью. Вот, сейчас это уже работает, теперь вот это сломалось у меня. В общем, такое тестирование очень помогает, конечно. Комьюнити очень помогает, да. То есть, и обратная связь, и ошибки исправляем. То есть, замечательно просто. Слушай, а большая команда у вас вот занимается именно разработкой? Сколько человек народу? Сейчас выросла, она вместе с нами составляет 16 человек. Вот, и вот мы были на конференции в декабре на CG-евент в Москве. Проходит такая по компьютерной графике. Вот, и люди удивлялись. Говорят, а что вас так много? Потому что вот у нас даже в студии столько нету народа. Ну, вообще говоря, я не думаю, что это так уж и много. Потому что там в том же каком-нибудь там Юнити, я не знаю, там 150 вроде как программистов. То есть, серьезная как бы команда. Ну, все поздается в сравнении, что называется. Так что... Не, ну 16 человек вообще это как бы прилично. То есть, обычно там проекты, ну сколько там, ну 2-3 программиста, да, что-то там пилят. А тут у вас целая команда. Ну, собственно, я так понимаю, именно это позволяет вам, в общем-то... Да, быстро... Быстро выпускать релизы и все-таки добавлять новые фичи, там удовлетворять, так сказать, там в конце концов какие-то запросы, да. То есть, а не так, что ну да, допилим там, ну через полгода, ой, ну вот нашлось все время, вот типа прикрутил. Да, есть такое, да. Вот сейчас вот из последнего, значит, у нас события, вот мы сделали редактор нормали, нормали, они позволяют фактически описывать поверхность модели освещения, да. То есть, они позволяют, не усложняя графику, да, что не делая громоздкую модель, они позволяют как бы добиться эффекта визуального. Вот, и когда мы, значит, сообщили о том, что у нас вот редактор нормали, да, там новая, и все, значит, интрига-то в чем заключается, что в Blender нет нормального, точнее, хорошего редактора нормали, соответственно, они начали все пользоваться нашим фактически, в том числе для разработки под другие движки, в том числе под Unity. То есть, вот такая интрига, как-то, что люди сидят на Unity, но при этом качают Blender for Web только для того, чтобы пользоваться инструментом, да. Смешно. Да, ну ты знаешь, как тут тоже, то есть, каждому инструменту, если он делает что-то хорошо, зачем мне, так сказать, мучиться и там плеваться где-то там делать здесь, когда можно сделать там хорошо, притащить сюда и получить, собственно, то, что я хотел в итоге. Вот. Это радует, это радует. Слушай, ну а какие ближайшие там планы, вот так, ближайшего, что вы еще хотите интересного сделать, либо это какие-то там есть интересные, вот, планируются функциональные штучки, фишечки, что такого будет? Самая главная сейчас задача для нас юзабилити в первую очередь, потому что, ну, сейчас до сего вот момента, ну, пользоваться достаточно затруднительно, там нужно либо очень хорошо знать, что такое Blender, либо очень хорошо читать документацию, то есть, мы хотим все-таки достичь интуитивности, интерфейса, функционала, да, чтобы все как бы работало. Мы хотим, чтобы выглядело в Blender так же, как на веб-странице, ну, то есть, визивик, что вы, вот, это вот, вот, what you get. И, соответственно, для этого нам приходится дополнять сам Blender, мы пишем патчи туда, которые позволяют в рабочем окне показывать графику хотя бы приблизительно такую же, которая видна в движке реального времени, да, у нас. Это ключевые направления Функционал, я считаю, что функционал Мы сейчас его достаточно активно добавляли И, наверное, надо будет немножко придерживаться уже Потому что его уже и так достаточно много В принципе, паритет какой-то достигнут Какой-то функционал специализированный для их Например, мы даже не собираемся добавлять Типа там поиск пути или еще чего-нибудь Потому что все-таки мы в первую очередь смотрим на 3D-визуализацию Презентация, прежде всего, продуктов на веб-сайтах Это электронное обучение на веб-сайтах Это инструкции к промышленному оборудованию Это инфографика И вообще все, что обычно на флэше делалось И это, я считаю, в первую очередь А с игровыми девушками даже не хочется особо соревноваться Там слишком конкуренция серьезная И там установившееся сообщество И серьезные игроки Ну, это немножко все же другое совсем И концепция, и, так сказать, все по-другому То есть, игры, в принципе, конечно, можно У нас там даже какие-то примерчики есть Но я не думаю, что надо в эти игры лезть туда Потому что интернет гораздо шире, чем игровая индустрия Ну, конечно, конечно Слушай, еще не затронули пару таких вопросов Это вот мобильные платформы То есть, как у вас движок, как он работает Ведет себя на мобильных вообще девайсах Сейчас это все-таки достаточно большой уже сегмент И он только набирает обороты Поэтому уже ориентироваться только на десктоп, скажем так Не есть хорошо Не есть правильно, наверное Согласен, у нас, значит, есть такой стопка Я ее называю, стопка, короче, мобильников Вот, и у нас есть девайсы от основных производителей И самое главное, чем отличаются девайсы Это чипы, которые, в первую очередь, графические чипы Которые по-разному совершенно себя иногда ведут Они отличаются не только от десктопов Они различаются часто между собой, серьезно Вообще в Эджеле это кроссплатформенный такой стандарт Работают браузеры, включая мобильные браузеры И, соответственно, когда мы говорим о мобильных устройствах Прежде всего имеется в виду мобильный браузер И мы там, конечно же, последние, все свои последние приложения Обязательно оптимизируем под мобильные устройства То есть, это как обязательно Иначе мы никак То есть, десктопных у нас там, ну, может, два каких-то тяжелых Которые никогда не запустятся на мобилах Вообще говоря, еще есть несколько способов Как HTML5-приложения запихать в мобильный магазин App Store какой-нибудь Это, значит, разные фреймворки есть Самые разные И мы действительно там даже попробовали один Который берет браузер Chrome И обволакивает его вместе с JavaScript-овой частью В одно такое приложение, в пакет такой Которое устанавливается как нативное мобильное приложение Ну да, там такие сейчас и Titanium и что там только Да, 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 да Вот, и мы, наверное, даже какой-нибудь тюториал напишем Просто, ну, такой тоже подход возможен Чтобы использовать не интернет А для распространения А использовать вот эти вот именно магазины То есть, такой вот вариант Ну, в общем, тоже, кстати, оно работает Слушай, а как вообще вот в целом, в принципе По WebGL есть какое-то тоже там развитие Вот там же самый Хронос там сейчас опубликовал новый стандарт Какой там, Феникс, да, или как-то Что-то я такое забыл Вулкан Вулкан, да, точно, вот, Вулкан То есть, как бы, насколько вообще развивается Именно вот WebGL сейчас как стандарт И как-то в браузерах Производители браузеров тоже что-то там добавляют Поддерживают Либо здесь как-то оно все в каком-то таком стабильном состоянии пребывает Я просто не очень в теме Было бы интересно услышать В WebGL, значит, есть рабочая группа Которая разрабатывает, собственно, стандарт Возглавляет его там представитель от Google У нас даже, в принципе, достаточно какой-то рабочий контакт есть Мы там баги отправляли Вообще у них есть список рассылки на Кроносе И в котором там тоже стандарт обсуждается Вообще, хотел бы сказать, что WebGL – это активно развивающийся стандарт Сейчас так называемый WebGL 1.0 Находится во всех браузерах А готовится к выпуску WebGL 2.0 WebGL 2.0, он будет основан на мобильных API OpenGL ES 3.0 Это вот мобильные API, по-моему, они чуть ли не в прошлом году вышли Ну, недавно совсем Ну, свежие Свежие, да, свежие И они только-только начали поставляться на мобильные телефоны И игры там, соответственно, совершенно другого уровня Да, то есть это где-то уже между 10 и 11 DirectX То есть следующий уровень Сами мы решили, конечно же, не бежать впереди паровоза Как мы обычно это делали с первым WebGL Теперь мы не будем так делать Мы дождемся, пока WebGL 2.0 будет стабильно присутствовать Ну, хотя бы в двух браузерах Потому что сейчас только экспериментальные сборки доступны По поводу, значит, вулкана я могу сказать, что API, которая, во-первых, она более низкого уровня И, насколько я понимаю, оно служит целем объединения десктопных, мобильных, браузерных API А также вот API для вычислений на видеокартах Вот эти вот Вот И не знаю там, когда это будет Например, это, наверное, какое-то более-менее такое среднесрочное Либо отдаленное какое-то будущее Но вообще это здорово, что они такие вещи делают Да, стандарт развивается Отлично Разработчики браузера, да, еще был вопрос по браузерам Apple, значит, в 2014 году Safari реализовал Microsoft известен скандал, значит Что они были против WebGL, да, был такой скандал Небезопасный стандарт И там были там заморочки И в итоге они все-таки поддержали Ну, понятно, почему они против Потому что у них все-таки есть DirectX А это все-таки OpenGL И, соответственно, ну, конечно же, они были против Но сейчас Ну, как бы сообщество диктует свои условия Тут, знаешь, хочешь не хочешь, им пришлось Это как бы очевидно уже, да Либо исчезнуть, так сказать, как браузер Либо все-таки поддерживать стандарты Приходится сейчас Они уже больше давно не монополисты Нет, нет, они очень молодцы Если в плане браузера То вот насколько, как говорится, все Веб-разработчики не любили Интернет-эксплору всю жизнь, да И последние версии, там, 10-й, 11-й И насколько они действительно стали Ну, в принципе, протискиваться И уже чуть ли не во главе вот этого Браузерного движения Что, в общем, не может не радовать Вот это, правда, молодцы Да Слушай, и еще такой, наверное, тоже Немножко специфичный вопрос Не знаю Всякие вот эти 3D Сейчас вот мы там всякие Oculus Rift И прочие штуки набирают популярность Да, вот там всякие 3D-очки И, в принципе, оно как бы Ну, мне кажется, в каком-то смысле Близко по теме То есть тут 3D, там 3D-видение Вот, да Все-таки посмотреть эту же модель Не в плоскости там монитора Да, а как-то в трехмерности Это что-то может быть из этого интересно А вы вообще в эту сторону как-то смотрели? Есть у вас вообще интерес Или какие-то задумки, может быть, в этой части? В AppGelle, вообще говоря, есть демки И по расширенной реальности, да И по стерео-очкам Ну, и еще разные там всякие штуки Больной как бы вопрос Просто у нас Мы как бы понимаем, что это надо делать И надо делать вообще, говоря Быть быстрее Ну, чтобы хотя бы не отличаться Конкурентом, что у нас этого нет Но В глубине души как бы понимаешь Что такая игрушка все-таки Непрактическая довольно-таки Потому что мало у кого есть Эти же трехмерные очки Вокулус там И к тому же непонятно Что с ним вообще происходит С этим стандартом Ну да, оно еще все-таки В таком зачаточном состоянии Еще все слишком шатко, скорее всего Да, вот как-то так Да, да Там еще непонятно Кто-то фейсбук его купил Там что-то все там Что-то недовольны Какие-то скандалы В общем, непонятно Что тут творится Вот И Ну, пока мы как бы нет У нас нет этих очков Понятно Пока только-только в мыслях Так сказать Думаете Размышляете И все Ясно Ясно Слушай, Юр Ну, мы так Смотри Довольно-таки Продолжительно с тобой Вначале там Скажем, что Вроде были мысли Немножко покороче Но, видишь, получилось Вот Обычно Получилось, как всегда Что называется Но, тем не менее Был очень такой Интересный разговор Рассказал про всю историю И как что есть Спасибо тебе большое Что пришел В гости Вот Было очень интересно Друзья Всем спасибо Что были с нами И до новых встреч Пока-пока До свидания